Водный сад Это такой водный сад, который словами не описать Ключ этого сада – водное растение Немфеи, очень красивые, красные, белые Ну и всевозможные другие водные растения Которые здесь можно просто в безмолвии наблюдать Здравствуйте, Александр! Добрый день! О чем вы хотели бы рассказать нашим зрителям? Ну, наверное, о немфеях я уже говорил много Хотелось остановиться на одном довольно-таки красивом и интересном растении Которое все, с одной стороны, все знают и хотят приобрести его для выращивания в своих водоемах Но в литературе технология его выращивания описана неверно Мне бы хотелось заострить на нем внимание В свое время я в журнале «Вестник цветовода» написал статью, которая называлась «Стрелы амура» Это растение называется «Стрелолист» Их несколько видов И о их особенно размножении я и хочу сегодня рассказать Потому что вот сейчас осень, созрели клубни, с помощью которых они размножаются И появилась вот такая великолепная возможность Именно рассказать и показать, чтобы люди увидели это и все поняли Александр, расскажите нам, в каком виде мы получаем осенью «Стрелолист» и что с ним надо делать? Ну, «Стрелолист» мы получаем чаще всего весной То есть, когда мы приходим на рынок И весной, когда мы начинаем оформлять водоем То мы покупаем это растение На рынке чаще всего продаются небольшие горшочки Вот такой горшок с растением Сейчас оно, конечно, выглядит уже не очень хорошо Потому что на дворе октябрь И растение уже готовится к зимовке Так вот, в руках у меня стрелолист японский флороплена У него махровые цветки Которые сейчас уже не цветут Но вот здесь вот маточник И видно соцветия Вот они, соцветия этого стрелолиста Так вот, цветки-то есть, но семена у них не завязываются Так вот, затем Вы купили горшочек с одним растением Так, горшочек все лето И будет расти в виде В горшочке будет расти только одно растение Но хуже всего то Что когда люди купили этот горшочек весной Значит, поставили его в водоем Оно росло, цвело, радовало И людям это понравилось И они так и оставляют, значит Думают, а как же растение это сохранить И к осени они вдруг обнаруживают Что все листва погибают Корни тоже погибают А что же остается для того, чтобы растение росло весной В литературе сказано Чаще всего написано так Что размножение стрелолиста Осуществляется методом деления куста весной На самом деле У стрелолиста нет куста У него есть вот одно растение И делить здесь абсолютно нечего То есть в течение, тем более весной Так что же сажают питомниководы весной Перед тем, как продать вам растение Они сажают не что иное, как луковицу Вот видите, здесь из горшка, из дырочки Вылезла маленькая луковка Так вот, если мы эту луковку отломим И ее перезимуем зимой А весной мы ее воткнем в субстрат То из нее как раз и вырастет вот такое растение И это растение осенью погибнет Оставив только луковицы То есть это растение развивается по типу нашей картошки То есть весной вы посадили картошку одну Затем выросли лоботва, цветы Затем вегетативная надземная часть погибла Корни тоже отмирают И в земле мы достаем только одни клубни Которые мы едим и затем используем Для получения новых растений Вот эти луковицы мы должны сохранить до весны Как картофель Картофель, вы все знаете, что замораживать его нельзя Иначе он погибнет Так же и с этими луковицами То есть их нужно сохранить, как картофель От двух до четырех градусов Чтобы он не замерз И в то же время не было достаточно тепло Чтобы он начал рост в середине зимы Сортов стрелолистов довольно-таки много И вот я собрал уже урожай Стрелолиста широколистного Вот посмотрите у него какие луковицы У него луковицы с красноватым оттенком Затем среди его луковиц очень много крупных Таких вот, видите, какого большого размера Такие Значит, а вот здесь у нас стрелолист японский Видите, он голубой Каким образом на зимовку я укладываю растения Я просто беру ящик, насыпаю слой песка И раскладываю на поверхности этого песка луковицы Делаю один слой таких луковиц, накладываю Затем засыпаю слой песка и еще накладываю И таким образом я послойно его луковицы укладываю В перемешку с песком Эти луковицы нельзя хранить в абсолютно высохшем песке Потому что тогда эти луковицы потеряют влагу И деформируются, и могут потом не взойти Поэтому песок должен быть умеренно влажным всю зиму А весной, когда вы знаете, что уже прошли возвратные заморозки Потому что сходы будут бояться заморозков Вы возьмете и приготовленный горшок с грунтом Сделаете в центре отверстие И посадите на такую глубину, чтобы было сантиметра два почвы над кончиком клювика Потому что корни у них будут образовываться вот в этом месте Для того, чтобы корни ушли в грунт Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова